И так, ну что ж, Арияру, мои маленькие любители, покушать и невероятно сложных и запутанных съем. У микрофона, как всегда, ваш покожий слуга Мамору, и это великолепная игрушечка Факторио с модом Кроссторио 2 и Спейс Эксплорейшн. За кадром, как я и говорил, я тут немножечко поиграл, немножечко поразвивался, и к такому прогрессу сейчас я пришел. У меня здесь по большей части построена вся шина, которая доступна. Чисто здесь размещены конвейеры, примерно здесь накидал я все то, что нас ждет в будущем. Здесь я доразмещал цех по переплавке железа. Очень не хватает ресурсов, но все потому, что не хватает производственной базы, чем сейчас мы будем с вами заниматься. Здесь у меня планируется цех по переплавке камня, а здесь по переплавке песка в стекло. Эти оба ресурса нам обязательно и в скором времени сегодня потребуются. А здесь же у меня представлен ряд переплавки меди, и организован он, как я и говорил, примерно так же, как и здесь. Я за кадром очень много всего готовил, я надеюсь, что в этой серии мы очень с вами продуктивно поработаем, так чтобы за кадром мне пришлось работать еще более эффективно. Сейчас мне придется немножечко вот снести вот этот цех, который занимается у меня производством конвейеров. И мне придется, наверное, сейчас немножечко по-другому реализовывать процессы. Наша сейчас основная задача здесь вместе с вами организовать себе мол, где я мог бы крафтить те же самые манипуляторы и не сильно об этом заморачиваться. Для того, чтобы организовать мол, мне потребуется несколько вещей, и есть некоторые вещи, которые первоочередно я хотел бы видеть на этом моле. Например, в количестве 8 штучек производство ядер автоматизации. Для ядер автоматизации ничего сложного не нужно, только лишь железные прутья да медные пластины. И того, и того, и того. У нас, в принципе, достаточно большое количество, и сейчас мы можем это все себе реализовать. Здесь организовал производство необходимых компонентов. Правда, здесь для того, чтобы это все нормально работало, требуется 0,6 того и того, то есть на один конвейер это как бы может не поместиться. Но я думаю, в будущем обязательно просто улучшу эти конвейеры для пущей обработки. А пока не остается ничего другого, как просто здесь пустить провода и запустить это все в производство. Теперь же я хочу эти две линии объединить с производством железных прутьев и железных шестереночек. И нужно будет это лишь сюда вот вывести, чтобы производились ядра автоматизации. Вот, собственно, все производство и готово. Останется лишь последнее дело, чтобы здесь была электроэнергия и тдыщ. Все работает в замечательном виде, только, к сожалению, не запитываются почему-то манипуляторы. А это нужно просто их переставить. И вот пошли первые ядра автоматизации. Сейчас их запиховываем, конечно же, первым делом мы в сундук. И сундука уже дальше будем делать разводку. Следом я хочу, чтобы у меня здесь были маленькие электромоторчики. Для их в автоматизации нужно гораздо всего меньше. И, в принципе, их идти гораздо будет меньше. Надеюсь, что и так сильно много их не потребуется. В принципе, количество производимых здесь ресурсов позволяет нам объединить здесь все вот таким вот образом. Чтобы шестеренки и пластины железные шли по одной линии конвейеров. А значит, нам не составит никакого труда сделать автоматизацию ровно таким же образом, что и здесь. Потом в обязательном порядке нужно будет организовать здесь нормальную погрузку сюда предметов, а не этими желтыми медленными манипуляторами. Когда-нибудь я обязательно так сделаю, и количество электродвигателей здесь обязательно станет нормальным. Следом я хочу автоматизировать обычные одноцилиндровые двигатели. На их же производство гораздо все проще требуется. Единственный, конечно, минус такого типа построения базы, то что на это требуется гигантское количество пространства. Я надеюсь, что в будущем проблем с этим пространством не возникнет. Ну вот как-то так. Здесь появились одноцилиндровые двигатели. Это вроде основные предметы, которые нам необходимы пока что. По крайней мере, будем отталкиваться от такого количества предметов. Если так считать, то в итоговое количество предметов на моле у меня будет около 12. И будем надеяться, такого количества будет хватать. Мне останется лишь здесь в самом начале организовать автоматизацию единственного проекта, который мне нужно будет здесь сделать. Это части манипуляторов. А вернее их автоматизация. Но и она тоже делается очень просто. Тем более, что этих частей нам нужно не так, чтобы и много. И как-то так у меня выглядит автоматизация частей манипулятора. Надеюсь, что в таком количестве мне их хватит. И останется лишь дело за малым. Вывести это все как-то на единую линию складирования. Допустим, молл у нас в таком случае начинается вот от сих пор. То есть я возьму где-то надпись. У меня по-любому есть таблички. Возьму, напишусь, что это молл. И вот так вот сделаю тыдыщ. То есть здесь у нас идут раз, два, три линии конвейеров. Тут у нас идут сборочные автоматы каким-нибудь образом. И также три линии конвейера сверху. Все, и молл продолжается туда вплоть до бесконечности. Есть только один нюанс. Тот, что он начинается не в самом начале у нас, конечно же, а где-то вот здесь вот. Чтобы в случае чего мы как-то это все переиграли. Первую автоматизацию, чего я хочу наладить, это, конечно же, манипуляторы. Чтобы их у нас было в нормальных количествах. Здесь у нас их будет трое, потому что потом обязательно подключатся синие манипуляторы. И давайте смотреть. Мне вот единственное, что он с одной стороны нравится, а с другой не очень-то и нравится в модификациях, с которыми я сейчас играю. Это то, что количество предметов до безумия большое. И постоянно закламленный инвентарь. Это нормальное состояние здесь. Ничего, как-то с этим будем бороться. Электричество на молле есть. Части манипуляторов тоже успешно загружаются через погрузчик в производство твердотопливных манипуляторов. Теперь они будут в обязательном порядке сюда погружаться. И мне нужно здесь одноцилиндровые двигатели, которые создаются уже здесь. И я их просто сюда буду погружать. И всего лишь дело за малым. Сейчас организую небольшую буферизацию процесса. То есть в случае чего, если, допустим, моим дроном в будущем понадобятся твердотопливные манипуляторы, они у нас будут в логистической сети сразу после того, как я эти сундуки заменю на сундуки запроса. Теперь у меня здесь также появились желтые манипуляторы. Останется лишь сюда подвезти два вот таких вот предмета. И с этим абсолютно никаких проблем нету. И мы видим, как манипуляторы пошли успешно крафтиться и создаваться. Что это, если это не чудо? Вообще вот этих вот линий на молле может быть гораздо большее количество. Просто это я сейчас хочу и мне это сейчас удобно, так чтобы их было ровно 6 штучек. Возможно потом когда-нибудь я их увеличу. И возможно мне это придется сделать. Пока что никакие другие манипуляторы не подразумеваются. Поэтому пока что я здесь себе буду организовывать, допустим, сборочный автомат. Производство которых требуется достаточно большое количество. Я вижу, что здесь требуются также каменные блоки, железные пластины. И это еще два предмета, которые неплохо было бы сюда запиховывать. Допустим, у меня вот здесь вот есть одна линия, в которую я могу что-то запихнуть. И сверху есть тоже линия. Так, давайте для начала разберемся с каменными блоками. Каменные блоки обязательно пойдут у нас вот по этой шине. И вот я уже все для этого подготовил, то есть она в любом случае вот сюда вот в верхнюю часть этой линии пойдет. Главное, чтобы их отсюда была возможность забирать. Я пока что не готов туда морально бежать и налаживать производство. Неплохо было бы сначала автоматизировать бры. Но мы к этому постепенно движемся. Так что пока что временно в сборочный автомат я буду закидывать все вручную. Мы держим в голове, что вот на эту линию будут приходить каменные блоки. То есть я должен здесь разместить два манипулятора, которые сюда будут все запиховывать. И также нужно сюда запиховывать что-то типа железа. Но что-то типа железа это и есть железо. Так что пожалуй я это вот так вот здесь организую. И по этой линии будут всегда идти железа. Так что сюда его без проблем мы загрузим. И здесь у нас в итоге выйдут сборочные автоматы. Эти сборочные автоматы будут переходить сюда. Где вроде все есть для крафта. Так, я вижу то, что здесь нужны железные шестеренки. А еще где-нибудь они у нас есть в крафтах? Если есть, то по-хорошему на мол неплохо было бы вывести еще и железные шестеренки. Например, для электрических буров тоже нужны шестерени. Так что мы просто берем и организовываем производство шестеренок. Допустим, вот здесь вот у меня есть железо. Я думаю такого количества мне сборочных автоматов вполне должно хватить. Для того, чтобы я производил на моле шестеренки. Если будет маловато, то дальше уже будем что-то с этим придумывать. Вообще, я вижу то, что у нас всего задействовано здесь на производство частей манипуляторов 0.3 линии железного конвейера. Так что без проблем, если что, я смогу вот этим всем закрыть все свои потребности. И вот уже пошли по третьей линии вот здесь вот железные шестеренки. А это значит то, что я могу их как-то сюда погружать. И для того, чтобы это как-то было здесь реализовано. Чтобы из погрузчика смогли забираться предметы в сборочный автомат. И также я должен здесь вот разместить, пока что вот таким вот образом, манипулятор. Который будет загружать шестереночки прямо в сборочный автомат. И выходит, что все готово. Я лишь себе здесь доразмещаю, допустим, сундув, в который это все складируется. И таким образом здесь все работает, вертится и крутится. Очень плохо, что у меня нету сейчас возможности скрыть фонарики. Но ничего страшного, потом это как-нибудь дореализуем. Сейчас наша самая главная проблема и главная боль, это нехватка оставшегося инструмента. Сейчас мне останется здесь, наверное, реализовать производство буров. Это из последнего, что я хотел сейчас бы видеть на моле. А для производства электрических буров, как ни странно, нужны твердотопливные к тому же еще. И вот так вот буры организованы и производятся. Это замечательно. И оставшаяся наша главная боль и проблема сейчас, это нехватка конвейеров. Это, наверное, самая основная проблема сейчас у меня. У меня здесь есть сборочная машина, которая нужна для производства красных конвейеров. И допустим, я ее где-то вот здесь вот себе хочу разместить. Вроде все для нее готово, если что, я потом ее куда-нибудь передвину. Так что, пожалуй, я ее вот так вот здесь размещаю. Останется лишь это все только собрать. Она с более поздних этапов игры. Я думаю, с этим никаких проблем не возникнет. Останется лишь с большим трудом это все попробовать реализовать да построить. Да, большая часть этой схемы, конечно же, работать не будет. Мне не нравится такая схематика, поэтому, пожалуй, придется это все уничтожить, а вернее снести до лучших времен. Пока что мы не можем бороться со скалами. И, к сожалению, только из-за скал вся эта схема идет по одному месту. Поэтому пока что мы ее реализовать не можем. И поэтому придется, наверное, все это реализовывать банально мне на моле. А здесь, к счастью, это все позволяет. Ну вот и все. Вообще никакой сложности это не составляет, когда у нас готовы уже все необходимые материалы. И просто здесь составляются крафты для производства. И они создаются в гигантских масштабах, в которых нам и нужны. Только я вижу то, что есть приседания по некоторым предметам, по ресурсам. И это я вижу из-за того, что у нас нету железа. И страдает по большей части производственная база. С этим мы готовы бороться. У нас все для этого есть. Теперь-то уж точно. У нас есть гигантская гора манипуляторов. И я могу размещать здесь большее количество печек. Все равно я пока бегу. Как раз у меня есть возможность поделать обычных печек. Побольшее количество, чтобы я смог еще здесь камень построить. Блин, вот одна печка. Одна, единственная печка. Работать не будет. Очень, конечно, неприятно. Но ладно. Потом этот вопрос решаемый. Сейчас у меня вот здесь вот есть гигантское место, где я могу добывать камень. Так что вперед. Из песни его добывать. Как-то так это пока что выглядит. Я, к сожалению, не делаю расчеты. Хотя надо было бы рассчитать необходимое количество буров для того, чтобы переплавлять. У меня здесь в общей сложности 36 печей. Значит, на 36 печей нам нужно здесь... Во-первых, две линии песка. Чего у меня нету. Ну ладно. Сколько будет, столько будет. И 9 дробилок. Жесть какая-то. Надо бы минимум разместить, а уже потом только обо всем остальном думать. Первым делом я хочу вывести камень на шину. Здесь я уже приготовил себе место для этого. Без балансировки, конечно, очень тяжко. Склады бы хотя бы придумать себе какие-нибудь, но до технологий нет. Будем довольствоваться малым. Первая линия камня идет на переплавку камня. Сейчас нужно организовать вторую линию, которая бы шла на дробилки. Я, к сожалению, не располагаю таким большим количеством производства, чтобы размещать здесь все в нужных масштабах. Поэтому пока что размещаю это так, как есть. А уже дальше что-нибудь придумаем. Пяти, я думаю, дробилок пока что хватит. Я вижу то, что абсолютно сейчас ничего не производится только из-за того, что не хватает ресурсной базы в виде железа. Потому что это сейчас требуется все везде и сразу. Соответственно, железа не хватает. Железо не производится в нужном количестве. Его нужно наращивать. А для того, чтобы наращивать, нужно просто время, силы и возможности. У нас все это есть. И я думаю, что рано или поздно мы этим займемся. А сейчас придется, наверное, встать на крафт в ручном формате. Пока что временно в виде балансировки приходится использовать все то, что есть. А именно даже банальные вот такие вот сундучки и склады. У нас сейчас нету других возможностей. Что я теперь сделаю? Балансировать как-то весь этот песок исходящий нужно. Делаю так, чтобы песок сюда входил и единой линии отсюда выходил. А значит переплавка стекла теперь у нас тоже будет. Вроде все готово. И стекло у нас должно пойти. Не мешало бы также здесь себе сейчас попробовать организовать еще линию, я думаю, переплавки железа. В принципе, для этого должно всего хватать. За исключением, конечно же, того, что у меня нет абсолютно конвейеров, которыми я мог бы сюда это железо подавать. Ну еще так, по мелочи на самом деле. А может быть даже еще одну линию переплавки-то не надо делать. Я вижу то, что у нас-то проблема не в том, что переплавочной мощи, возможно, не хватает. А с тем, что производственной базы не хватает. И просто давайте здесь сейчас побольше бров-то разместим. Может быть тогда-то пободрее-то как-нибудь все пойдет. Хотя бы каменные блоки пошли, уже радуют. Мы уже очень притык подходим по производству электроэнергии. Здесь вроде есть технологии, позволяющие нам обойти ограничения базовые в плане производства. Ибо чисто на твердотопленных генераторах вывести, я думаю, вряд ли получится. Тем более, что угля уже осталось 31 тысяча. А в прошлой серии было два раза больше. То есть мы буквально половину здесь использовали. И вот уже случилось то, о чем я говорил. Питания не хватает. Надо бы подумать об этом и что-то попробовать с этим решить. Ну, вроде как бы железо стало пободрее, мне кажется, немножечко. Сейчас еще парочку пара здесь размещу я себе в надежде на что-то лучшее. Но все равно это такое временное решение проблемы. Надо отходить от концепции вот такой вот выработки пара. И придумывать что-то альтернативное. В нашем мире есть вот такие вот места. Якобы это выход пара из коры земли. И вроде как с помощью этого можно как-то вырабатывать электроэнергию. Ведь это тоже пар. И с помощью паровых турбин мы смогли бы это реализовать. Но как это у нас выйдет, я не знаю пока что. И вот стекло уже на шине появилось. А значит я могу здесь с уверенностью начинать крафтить часовых. Потребуется их гигантское количество пока что нет радаров. А даже когда эти радары появятся, то ставить-то их мы не сможем. Они жрут гигантское, просто колоссальное количество энергии по сравнению с ванильной игрой. И наверное ставить их я смогу только когда перейду на что-то более солнечное в плане производства энергии. Но об этом как-нибудь в другой раз поговорим. Но я вижу то, что немножечко конечно мы и страдаем в плане производства. Но это уже гораздо лучше чем было тогда. Хотя бы линия железа идет более прямая, более красивая. Мне это нравится. Вот, теперь заработали в полную силу 6 пар булеров. И производство энергии хотя бы вровень вышло. А значит я думаю я смогу себе еще одну линию железа пустить. Ну естественно когда будет конвейера. А для этого нужно их начать крафтить. Надеюсь это все заработало. И теперь две линии железных конвейеров и всего на свете должно идти на все наши нужды. Меня очень сильно радует также то, что я могу теперь производить фонарики. Я понимаю то, что они тоже жрут электроэнергию. Но это гораздо лучше чем ходить как кроты в кромешной темноте. Я думаю у меня за кадром предстоит гигантский колоссальный пласт работы. Мы лишь с вами наметили то, что будет происходить. То, что здесь будет создаваться. То, что здесь будет размещено. А размещать это мне нужно будет как-то за кадром, за серией. Сейчас я лишь сделаю последнее. Я хочу стекло вывести тоже на мол. Чтобы оно там было вместе с цилиндровыми двигателями. Мне стекло понадобится для некоторых вещей на моле. Одна из них это электрическая лаборатория. До которой я надеюсь рано или поздно у меня дойдут руки. И мы возможно уже в следующей серии начнем их производить. А также теплицы. Которые нам потребуются в обязательном порядке. И допустим для того, чтобы производить теплицу. Потребуются железные балки. Любимое и обожаемое нами стекло. Ну и так чисто ядра автоматизации и древесина по мелочи. Так, а то что древесина тут нужна мы с вами не договаривались. По 20 штучек. В принципе, в принципе. Можем так и оставить. Но пожалуй я вот так вот здесь это размещу. И загружу побольше сюда древесины. Чтобы они смогли хотя бы в полуавтоматическом формате крафтиться. Я не думаю, что мне придется на мол выводить уж прям древесину. В крайнем случае я здесь делаю себе небольшие теплицы. Которые будут эту самую древесину производить. И вот уже первая теплица начала здесь создаваться. Останется сделать здесь лишь лаборатории. Для которых нужны медные пластины. Пока что я в замешателье нахожусь. Нужно ли или не нужно сюда медь выводить. И пожалуй пока что я так об этом и не решусь. Ну вот же, вот же. Со светом как-то это все пободрее. Сразу новыми красками заиграло. И лаборатории я тоже начал получать. Ну и дело за малым. Наладить остальное производство. Дождаться когда необходимые ресурсы появятся. И все таким образом будет супер замечательно. Ну и в таком случае пожалуй потихонечку на этом все. Всем спасибо что смотрели. У микрофона было как всегда. Ваш покорный слуга Мамору. Еще услышимся.